Всем здарова, танкищики и подписчики! Сегодня мы продолжаем линию по ветке Германия. Получается, мы начнем с 6 уровня ВК-3001П до 10-го Маус. Да, ребятки, тот самый мышь, которого не все пробить смогут. Так, ладно, ребята, в общем, повторим еще раз. ВК-3001П прямо в бортах боекладка. Советую прямо под башенку бить. И с левой стороны, заметьте, бейте прямо в заднюю часть под башню. Потому что переднюю часть вы просто не взорвете и даже не кританете и подумаете, блин, вот обманщики. Да, ребят, на самом деле нужно все четко знать и на практике использовать. 160 хп это отлично для взрыва БК. На КВ-2, на СУ-152 и на СУ-100 и так далее. Плюс с адреналином до выстрела. Используйте, не забывайте. Так, сейчас секундочку, СТ вырубим. Так, возьмем дальше. Следующий танк Тигр-П, ребята. Тигр-П практически так же само по центру башни. От зад, от кормы до переда башни. Прямо в корпусе. И так же само с левой стороны, ребята. Бейте в заднюю часть более-менее башни. В передней вы просто не попадете в бою кладку. Ну, если повезет, чисто возьмете в пиксель, пробьете вот ту вторую бою кладку. Короче, ну, вы поняли. Вот так. Так, ладно, ребят. В общем, что я хотел еще сказать. Либо под танк прям в НЛД бейте. Там каким-нибудь бревном. И тоже, возможно, рванете. Но, ребята, не забывайте, что это если танк стоит где-то вот так вот. И вы бьете в НЛД. Потому что если где-то так будет стоять, вы просто не попадете в бою кладку. Оно вот так пролетит мимо и все. То есть толку от этого не будет. Так, ну, я вам желаю взорвать этим танком бою кладку. А мы, наконец-то, идем дальше. ВК-101П, ребята. Вот она, махина, которую я взорвал когда-то на СУ-152. Прям в эту сторону. Вот так вот в лючок. То есть она так залетела сверху. Там было единственное пробитие. Получается, она где-то вот так вот. Либо вот так вот. Вот, ребят. Где-то вот так в лючок. Как-то я так закинул. И она прям туда рванула на фул. Да, был такой момент красивый. Кто смотрел, тому просто респект. Потому что не каждый еще найдет этот момент. Но он поистину легендарный. Так, ребят. Разберем. С правой стороны, в передней части башни, получается, можете отмерить сразу же от пушки, где, получается, сужается и где начинается люк. Так, именно в эту сторону бейте боеукладку. Она такая жирная, здоровая. А если бить с левой стороны, она прям по всему корпусу почти. То есть, что очень круто. Ну, а еще, ребята, вот жирные боеукладки сзади. Просто в НЛД башне. Если задом кормой он к вам, от вас едет, просто мочите его прямо туда. И желаю удачи рвануть. Да, 220 хп это прилично, чтобы взорвать боеукладку. Но, ребят, это не больше. Это не еще больше. В принципе, неплохо. Очень даже хорошо. Так, ладно. Все-таки это не 310, ребята, где боеукладку можно рвануть. ИС-7, 60 ТП. Хотя, ладно, я, честно, забыл уже. Может, там 210. Так, ладно. В общем, желаю вам удачи подорвать. Я думаю, вы поняли, где боеукладка находится у ВК-101П. Так, ну, раз мы затронули ВК-101П, ребята, давайте сразу же затронем ВК... Не-не-не-не-не. Это будет отдельный ролик. Я вам покажу во всех премах, где боеукладки находятся. Так, сейчас покажу вам. Получается, не Е-75, а Маущен. Потому что дальше идет все-таки Маущен. Да, ребят. Вот, смотрите. Боеукладка находится прямо, получается, если с левой стороны. Прямо в корме башни. А если с правой стороны, ребята, что самое классное? Можно просто в щечку взорвать боеукладку. Да, ребята, я так уже видел. Я сам лично критовал, пока что не взрывал. Но все-таки я видел, мне присылали реплей. И есть такой момент в видеороликах, где на Бабахе просто Маущен выезжает. И на фулочку прямо вот сюда попадаешь на Бабахе. И он просто отлетает в ангар. То есть, очень приятно. Так, ребят, не забудьте, что еще в задней части, так сказать... Ну, почти в задней части башни, в корпусе бейте сюда боеукладку. Но не забываем, что она подвижна с башней. То есть, она закреплена к башне. По всему корпусу вот так вот я лозится. То есть, если, например, танк стоит туда, где-то кому-то стреляет, то не забывайте, что всегда, если танк к вам кормой, вы всегда можете просто в корпус ударить. Если есть пробиваемая зона, сюда лучше не бейте. Если только по бортам. Потому что здесь двигатель, и через него она просто не прострелит. Она сломает двигатель максимум, если повезет. Ну, в общем, ребят, желаю вам подорвать ему боеукладку. И, надеюсь, у вас это получится. Так, ну ладно, ребята. И, наконец-то, Маус. Маус 10 уровня. Да, ребята, вот такой вот Маус. Где боеукладка? Вот здесь, ребята. В общем, с башней оно не совокуплено. То есть, оно неподвижно. С башней, как, ну, Маус-чина. Ну, в общем, с правой стороны, да? С правой стороны у нас оно более-менее вот здесь. То есть, понимаете, да? Очень круто. Если выезжаете на перекатке Маус-чин, просто Маус, то сразу просто бейте вот в эту сторону. То есть, вам нужно запомнить самую главную одну вещь. Если он будет ехать чисто вот так вот, прямо, то вы можете ориентироваться по башенке. Получается, у него лючки. Лючков почти нету, поэтому они там незаметны. По ним ориентироваться сложно. Но вот, представьте себе такую вот линию. Именно с правой стороны. Ну, либо башенку тоже можете пытаться ударить боеукладку. Посмотрим, как у вас будет. Какая возможность. Так, ладно. Ладно, и с левой стороны, ребят, боеукладка, что самое интересное, немножечко смещена в заднюю часть корпуса. То есть, если с левой стороны, то она немного вот здесь получается. Там немного отсчитайте от кормы и можете смело бить прямо под башню, ребят. Прямо под башню. Она прямо под башней. Так, ну ладно, ребята, мы разобрали в этом ролике от ветки, получается, от шестого уровня до мауса. Потому что прежние уровни я вам уже показывал. Не стал я вам показывать. Это пустая трата времени. Вы там можете посмотреть в другом ролике. Это даже в нескольких. Ну что, ребята, желаю вам отличного настроения. И надеюсь, этот ролик будет вам полезен. Удачи во всем пайке. До, ребята.